всем привет с вами проект soul finder и сегодня на студии новинка от adidas вы не удивляетесь уже потому что новинок адидас у нас очень много и это баскетбольный про bounce 2019 низкая версия low ну низкую мы обязательно сравним с высокой но не в отдельном видео итак у меня в руках супер креативная расцветка обычно зелено-оранжевый с белым кроссовки вообще до российской федерации не доезжают потому что это достаточно узкая специализация и на это на все должен быть свой потребитель видите я стараюсь говорить быстрее мне все время в комментариях пишут серж мы тебя смотрим на скорости полтора я выпил сейчас кофе и поэтому буду говорить чуть быстрее на самом деле я шучу и если я говорю медленно значит я просто говорю если я делаю мхатовские паузы значит я хочу чтобы вы не отвлекались на мои слова а просто смотрели отличная интеграция отлично сегодня вот эта расцветка разбавит такую бытность черных и белых с красным кроссовок это расцветка подготовлена для university of майами посмотрите кто знает вот этот логотип сразу видит насколько круто он вписался в дизайн этих кроссовок на самом язычке но тут не очень хорошо видно но точно такой же логотипчик you университет майами hurricanes очень много выпускает крутых баскетболистов в общем как и большинство большинство колледжей и вот эта модель про баунс низкая высокая неважно они все предназначены для продвижения в первую очередь в колледжских баталиях так как в нб не так много игроков adidas team именно adidas team поэтому все идет на подрастающее поколение школы университеты и все что с этим связано чтобы это поколение подросло попало в нб и было проще с ними работать и так сейчас я покажу не второй башмак предварительно рушнурованный а то с чем я хотел сравнить так так что это вот вот это у нас нет это харден четвертый опять под руку попались так ладно а вот кажется а нет опять опять харден четвертый в расцветке розовый лимонад сдвинули на 26 октября ну что в руках она валяется так что здесь а опять это харден четвертый еще одна расцветка и здесь кстати версия prime knit версия плетеная кто не понял разницу я покажу посмотрите в сравнении сетка об этих мы говорили вот об этих мы не говорили они приехали на прошлой неделе это более крутое исполнение ну да ладно так четвертые четвертые я вам не покажу их показывать планете еще нельзя вот кстати для сравнения у меня есть высокая версия для сравнения базовое сравнение ничего сверхъестественного вы можете посмотреть на вот эту букву ю скрытую такую латентную и вы видите что в общем-то исполнение практически идентичное просто более высокая шнуровка отличается задник пятка подошва и база остаются точно такими же вот это камуфляжное исполнение зелено-оранжевым ну это очень клёво выглядит начну с того что честно говоря я не верил в эти кроссы когда я их увидел полтора года назад на предзаказе нет полтора вру наверное год я не поверил в них они были немножко другом исполнении давайте сейчас придем к детальному разбору прикольный звук на предзаказе вот эти полоски которые вы сейчас видите из ниток они были прорезиненные то есть такие были желоба из достаточно плотной резины мне не понравилось и не сидели на ноге потому что было как-то некомфортно но по всей видимости это был тестовый образец такой сэмпл жесткий сэмпл то есть он визуально было один в один а внутри он был как башмачок нильса представляете да из той самой сказки деревянненький но сейчас все изменилось это синтетическое плетение причем она квадратная она не какое-то вписанное в архитектуру кроссовок она просто вот вот квадратная и поверх всего положили на все снизу вы видите подложку вот это блестящее это синтетика она достаточно плотная жесткая буква you это опять же синтетика я синтетика вы видите что желобана вот на оранжевой зоне вы видите желобан и они очень плотные просвечивают насквозь ну скорее декоративный элемент здесь в области шнуровки 4 петли и вот запаянная часть это запаянная часть глянцевая она достаточно плотная и она будет сдерживать дополнительно вместе с корпусом шнуровку петли от перетирания вы видите вот эта квадратура она уходит и в область пятки задник высокий массивный плотный чем-то напоминает всякие там предыдущие харден и лиларды много набивного материала причем и с внешней стороны он такой пухленький ну приятное ощущение и если мы говорим допустим про марки boost low которые общепризнанно низкими получили больше пятерочек за комфорт и ощущения нежели высокие здесь я думаю та же самая ситуация я обмерила высокие низкие мне больше по душе вот это низкое плотное облегание ахилла нежели здесь здесь не такой плотный набирной материал не такой мягкий он на ощупь приятный но нет этого излишка которая создает дополнительный комфорт если вы поняли о чем я сейчас сказал вот был сип пятки такой пластиковый огибатор на нем надпись bounce bounce это пока еще самая популярная амортизация амортизационный материал в баскетбольных кроссах бренда adidas но это пока я не удивлен если в следующем году мы не увидим bounce 20 а увидим light strike 20 это будет вполне уместно пластиковые полоски adidas вы видите плотная пена это все bounce просто здесь она не имеет каких-то стыков ну этот мягенький материальчик который в передней части выступает в качестве бортика латеральный выступ очень хороший они очень широкие кросса то есть от переваливания но это только в сверхъестественных условиях и вот этот выступ придет с внешней стороны по всей длине с внутренней стороны вы можете видеть тоже небольшой выступ здесь adidas гипертрофированы подошвы выпускает все время они шире чем у большинства брендов но это всегда оправданно носовой захлёст вы видите протектор выезжает сюда и вот такое исполнение подошва имеет рисунок обыкновенной елочки немножко по зонам распределяется ее калибр и в области пятки такое закругление велотрековая здесь нам оставили окошко чтобы видеть что это пена bounce все та же самое я сейчас вам покажу на кручение я прикладываю достаточно усилий чтобы понять что здесь нет излишнего кручения потому что пена bounce она все же достаточно жесткая она не boost который можно скрутить в трубочку ну при определенных усилиях она имеет определенную жесткость второй башмак предварительно расшнурованный где вы можете разглядеть то что еще не разглядели это логотип университи оф майами вы видите как он реализован тут и как он реализован на самих кроссовках это прекрасно исполнение прекрасный подгон здесь вы видите что это внутренний сапожок примерно на половину длины стопы достаточно плотное хорошее облегание внутри вы видите набивной материал это оранжевая зона я рассказываю об области пятки внутренняя просрочка здесь она грубее чем с внешней стороны но при этом это лишь визуальная грубость логотипчик university на подошве и в общем все в российской федерации доступно несколько цветов низких и больше по-моему высоких все же и они еще до конца года должны появиться в некотором объеме ну будут они появляться или нет я не знаю но пока они есть наличие магазин в описании вы можете купить со скидкой и высокий и низкий десятипроцентная скидка такая мотивирующая плюс бесплатная доставка по российской федерации по предоплате купон на десятипроцентную скидку внизу ценник этих на тысячу меньше чем высоких вы можете перейти посмотреть если понравились купить потому что вот эта расцветка практически нигде в мире еще не продается а вот насколько можно сметчить ее с вашей формой тут вам надо подумать самостоятельно друзья с вами был серж проект soul finder до новых встреч а